Лето. Пора ремонта, несмотря на пандемию. Восстанавливают историческое здание в центре Бендер на перекрестке улиц Ленина и Суворова. Работы выполняет местная РСУ. Строительные леса. Здание, затянутое маскировочной сеткой в самом центре города. Согласитесь, довольно непривычная картина для Бендер. На развилке улиц Суворова и Ленина идет большая стройка. Ремонтируют здание УНО. К слову, это дом с большой историей. Его построили после войны по проекту нашего земляка, знаменитого архитектора Медника. Здание старинное, включено в реестр исторических наследий. Поэтому было принято решение приступить к работам, провести так называемую разведку боем, оббить фасад, обследовать, какие площади требуются к замене. В результате многолетнего подтекания кровли перекрытие в некоторых кабинетах, 4-й, 3-й этаж, пришло в негодность. Перекрытие здесь сочеталось местами железобетонное, местами дранка, то есть деревянные балки и глина на дранке. То есть это перекрытие, естественно, не выдержало. Местами был шлакобетон, где-то обвалилось, обрушилось. Работу выполняет не так давно созданная муниципальная РСУ. К слову, браться за этот ремонт даже подрядчики с опытом не хотели. Тендеры проходили безрезультатно. В прошлом году восстановлен парапет здания. Была угроза обрушения массивной конструкции и падения на пешеходную часть. Старую кладку разобрали, установили облегченную конструкцию, ее укрепили железобетонными поясами. А дальше восстановят лепнину, идентичную оригинальной авторской. Мы повторяем абсолютно тот же рисунок, который был, только с использованием современных материалов. Они более легкие, более прочные, и меньше будет угрозы для, скажем, прохожих. Можем заглянуть в будущее и сказать, что этот дом будет украшением ДНР? Ну, можно так сказать, но я не думаю, что это будет прямо до конца этого года, потому что финансирование позволяет нам, ну, предварительно мы прикинули, позволяет нам выполнить работу только на фасаде, вот на одном крыле здания. Пока ремонтируют только левое крыло здания, где находится УНО. Работы ведутся в рамках городской программы капремонта и благоустройства.